Я слушал брата, который говорил о жертвенности. Можно я немножко похожу? По крайней мере, я буду делать вид, что я думаю, а на самом деле отворачиваться от этих софит. Брат говорил о жертвенности. Я вот о чем подумал. Слово жертвенность, мы по-разному понимаем. Но жертвование, жертвенность, мы что-то отдаем. На еврейском языке вы прекрасно знаете это слово, когда кто-то стоит в дверях и говорит «Курбан, курбан, курбан». Это как раз и есть жертва на еврейском языке. Но что поразительно и что совершенно не очевидно из русского текста, оно происходит от слова «коров», что обозначает «близкий» или «ближний». Русское слово «кровь» происходит именно от этого слова. Слово «коров» обозначает то, что у меня есть внутри. То есть то, что мне самое дорогое. Поэтому, когда мы жертвуем что-то Господу Богу, если мы Ему не отдаем самое дорогое, если мы Ему не отдаем самое необходимое, если мы Ему не отдаем то, без чего мы не можем представить себе нашу жизнь, то это все, что угодно, только не жертва Господу. Это пожертвование, дабы загладить свою вопиющую к Господу Богу совесть и обратить глаза других людей на то, что я не хуже, чем они. Жертвенность Господу Богу – это доверие, что после того, как я отдам самое дорогое, мне хватит с избытком и на свою жизнь, и на жизнь других людей. Не случайно, когда Господь Бог говорит «жертвовать», Он говорит «от первенцев» не то, что у тебя останется в конце месяца, а еще до того, как ты распределил все, что у тебя останется после первой жертвы. И вот именно таким людям Господь Бог воздает. Потому что чем меньше мы имеем и надеемся на себя, тем больше мы полагаемся на Отца нашего Небесного. Чем меньше мы меняем обстоятельства вокруг себя, но меняем себя внутри себя, тем больше у нас есть возможности быть независимым от этих обстоятельств, но зависеть только и единственно от Господа Бога. Когда Господь Бог решил нам пожертвовать что-то, вот вы не поверите, Он нам даже не пожертвовал Исайю, хотя Исайя был одним из его, Он даже нам не пожертвовал Давида, хотя о Давиде во втором псаломе Он говорит «это мой сын», это о Давиде Он говорит, Он решил пожертвовать как бы самого себя. Но что может быть больше? Потому что Господь Бог счел, что нету жертвы более достойной для нас с вами, которая прах. И в прах возвращается, чем жертва самого себя для достижения нами прахом, вот этих высот, которые мы добровольно когда-то покинули. Но если мы в глазах Господа Бога достойны вселенской, всевеликой, всемогущей, всеобятной, необятной жертвы, то насколько же больше достоин этой жертвы тот, кому и так все принадлежит. По сути своей это даже и не жертва. Господь Бог говорит «возвратите мне». Это дил. Это хороший дил. Сразу себе вы идете в банк и занимаете миллион долларов. Банк говорит «могу ли я вас попросить вернуть мне только сто тысяч? Или сто пятьдесят?» Странный банк. Ну вот именно так работает небесный банк. И совершенно правильно заметил брат. Это надо не столько тому, кто получает, как тому, кто дает. Великое благословение уметь давать, обогащаясь при этом и давая возможность тому, кто получает, благодарить Господа Бога. Благословляя кого-то, вы даете ему возможность благословить вас и благословить Господа Бога. Это касается далеко не денег. Это касается всего того, что вы делаете в своей жизни. Когда мы заявляем по поводу или без повода, нам положено, нам надо, мы заслужили. Мы не заслужили ничего. Запомните, мы не заслужили ничего, кроме ада и смерти. Вот потому, кто мы есть, ад и смерть. Это наша конечная точка. Но по великой милости Бога, по величайшей, незаслуженной. Милость всегда незаслуженная. Мы имеем жертву нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И Он ожидает от нас, что мы, конечно же, никогда не сможем отдать Ему ранной жертву. Не в этом дело. Но Он желает от нас уподобления Господу Богу. Как Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Что это значит? Что если Он отдал себя для нас, то мы должны быть готовы отдать для себя. Но знаете, говорят, что умереть легко, жить тяжело. Умереть легко, взял и умер. Попробуйте жить для того, кого вы любите. Попробуйте жить для Господа Бога. Попробуйте знать, что все, что вы делаете, будет встречаться в штыки другими людьми. И вы увидите, что настоящий вызов в жизни верующего человека, вызов в жизни, это не смерть. Вызов в жизни, это сама жизнь. Потому что мы должны совершать или совершенствовать в оригинальном тексте со страхом свое спасение. Потому что мы должны жить так, чтобы любой другой человек, который прикасается к нашей жизни, а он имеет это право делать. Ибо даже Фома, неверующий, прикоснувшись к Иисусу, сказал, я не поверю, пока не торсусь его ран. Иисус не отогнал его. Нет. Он сказал, конечно, пусть. Мир имеет право наблюдать не за нашей смертью. Мир имеет полное право прикасаться к нашей жизни, вкладывать руки в наши раны, сравнивать наши слова со светом, которым мы проповедуем со страниц Евангелия. Мир имеет право проверять наши купюры, нашей жизни, на то, фальшивы ли они или настоящие. И горе нам, если мы думаем одно, говорим другое, делаем третье. Тогда все, включая это прекрасное собрание, эти софиты, и даже представление уважаемого Марка Николаевича, ничего не стоит. Потому что истинность нашей жизни в вере определяется в том, насколько наши действия отвечают нашим словам и в свою очередь. Люди судят о Господе Иисусе Христе не потому, что мы им об этом говорим. Вы можете сколько угодно отлавливать людей на улице и говорить, ты хочешь иметь вечную жизнь. Он скажет, нет. И конец разговора. А ты хочешь быть на небе? А ты там был? Не был. А откуда ты знаешь? Я верю. А я нет. Конец разговора. Но когда вы предъявляете ему свою жизнь, подкрепленную Словом Божьим, когда вы даете ему дотронуться до каждого вашего слова, дела, мысли, чувства, жертвенности, он не может не захотеть ревновать о том, кто вы есть. Не то, о чем вы говорите, а кто вы есть. И тогда вы должны послужить как простая визитная карточка Господа Бога. Вот, смотрит на вас и благодарит Господа Бога. Смотрит на ваши дела и благословляет Господа Бога. Зачем я это все говорю? Если этого фундамента нет в нашей жизни, то наши пения, наши молитвы, наши склоненные колени, гол, слезы, все что угодно, ничего не стоит. Ноль. Фейк. Шоу. Мы иногда умудряемся обманывать даже себя. Мы иногда не пускаем себя, любимых, в потаенные уголки своего сердца, потому что нам противно, там ковыряться, противно и стыдно вытаскивать все на свет Божий, но нет такого уголка в нашем сердце, куда бы не мог заглянуть Господь Бог. Мы можем сколько угодно пытаться обманывать себя, соседа, но Бога, слава Богу, обмануть нет никакой возможности. Поэтому пусть каждый наблюдает прежде всего вот сюрприз за собою. Наша проверка на праведность происходит, как детектор жил, но никогда не для себя, для других. Каждый пусть наблюдает за собой. Я буду сегодня говорить о знаменитом месте из Писания из 7 главы Евангелия от Матвея несудимы, да несудимы. Будете достаточно долгое вступление, но оно еще не окончилось. И как всегда нормальные герои, можно я перефразирую, нормальные евреи всегда идут в обход. Мы с вами придем к какой-то точке, я вам гарантирую, если меня не сгонят до этого с кафедры, если я не затяну, вернее, я не затяну, обещаю, что дольше завтрашнего утра я тут не задержусь, потому что у меня самолет, а штрафы никто не хочет платить. Я начну из-за угла. Я живу в Иерусалиме, в самом центре города Иерусалима, в котором половина практически населения Иерусалима это ортодоксальные евреи. Они отчасти похожи, но меня отчасти нет. Бородами похожи, носами тоже. Кстати, может кто-то сомневается в том, что я похож на Иисуса Христа? Нет. Нет, я вам гарантирую. Мало того, что я из колена Иуды, я знаю это точно, так вот все ваши картинки Иисус Христос с голубыми глазами, это да. Это все, что угодно, это как попуасы на Виквинеи. Так вот, я живу в Иерусалиме, но вот надо же, в центре города Иерусалима абсолютно кошерного, чистого, в смысле ритуального, затесался один небольшой русский бухарский магазинчик, в котором нет да нет любители поесть свинины, шримсов и прочие разные того, что евреи не считают едой, все-таки появляются, точно так же, как Никодим Иисусу под покровом ночи. Я хожу тоже в этот магазин, я вам скажу, почему, потому что у меня есть два кота. Коты, на котов не распространяется кошерная еда, и я могу им купить там все, что угодно, чтобы, не дай Бог, никто не подумал, что это ем, я всегда прихожу, я говорю, если можно, мне для котов, они говорят, да-да, мы знаем, никто про вас ничего не подумает, кто про меня может подумать. Проблема состоит в том, что владельцем этого некошерного магазина является ортодоксальный бухарский еврей. И когда я ему говорю, я говорю, его зовут Зеев, я говорю, Зеев, как же так, я говорю, ведь ты же, а причем, обратите, внимание, что когда ты заходишь в определенное время, он стоит, наматывает на руку, кто-нибудь видел филактерии, у него кипа, естественно, на голове, он читает Сидур, он молится, у него молитвенное покрывало, все как и надо, и все это посреди царства свиней, шинки, там разные сала, московская колбаса, охотничьи, ну, я-то для котов, а остальным-то он скармливает людям. Я повторю ему, говорю, Зеев, я говорю, ну, как же так? Он говорит, я говорю, Писание запрещает, он говорит, ну, мало ли что, Писание запрещает. Когда человек живет двойной жизнью, он думает, что он играет в какую-то игру, он не знает, что со временем его вторая жизнь становится его первой жизнью, и маска, которую он на себя одевает, она становится его настоящим лицом, и он даже будет потом пытаться отодрать эту маску, у него мало что из этого получится, потому что он уже даже забудет, каким образом это делать. Когда Иисус говорит, то, что они говорят вам, дело делайте, по делам же их не поступайте, он точно так же обращается к нашей церкви, к вашей церкви сегодня. Он говорит, важно, чтобы ваши дела совпадали с вашими мыслями, чтобы они совпадали с вашими словами. Я хочу теперь начать далеко с Левита 14 главы, если у вас есть эти Библии у всех есть, да? Я знаете, чему поражаюсь? Сколько живу, столько поражаюсь. Любой религиозный еврей, любой, любой, то есть как бы любой, вот он всегда идет и что-то несет. Вот, будьте уверены, у него всегда есть в руках Библия. Вот, всегда. При том, что они знают ее наизусть. У меня такое впечатление в последние годы сложилось в христианских церквях, что вы тоже знаете Библию наизусть. Нет? Я знаю, ну конечно, наизусть знаю. Я хочу буквально несколько слов из книги Левит, Левоикра, на евреитею, Далет, из 14 главы. Я прочитаю вам. Интересно, что и сказал Господь Моисею, говоря. Обратите внимание, что на самом деле Господь может обращаться к нам как угодно в виде сна, в виде интуиции, в виде какого-то видения. Но когда он говорит к Моисею, он говорит, я обратился к Моисею, говоря ему. То есть, это очень интересный народ. То есть, когда он хочет сказать что-то ясное, он говорит. Он не дает какие-то образы, как было видение Петру или другие сны, которые были Иосифу, которые надо толковать. Он Медабер Адонай Аль Моше Лимор Он ему говорит. Вот закон, вот закон. Окей, он говорит Зот Аторра, то есть, это закон, на еврейском языке так закон, о том, что нужно делать при очищении человека, переболевшего проказа. Я сразу хочу сказать, что это совершенно не та проказа, которая сегодня. Метсура, которая есть там, она имеет совершенно другие симптомы. Поэтому, когда вы слушаете проповеди проповедников, которые нагоняют на вас страху с отпадающими носами, она не имеет ни малейшего отношения к тому, что тут есть. Это была еще особенная болезнь, которая еще в древнем иудаизме считалась болезнь, которая дается исключительно за лошонра, за сплетничество. За сплетничество. И вы напомните, когда белой, как снег, стала Мириам и ее брат Матерон, когда они стали наговаривать соответственно на Моисея. И Господь Бог наградил вот этой вот болезнью. Но это была очень неприятная болезнь, заразная болезнь, которую помещали людей за стан, чтобы она никаким образом не могла влиять на всех людей. Но более того, тут было еще очень серьезное духовное значение. Люди, которые, язык у них грязный, а именно об этом шла речь еще. Яков писал о том, что язык самый маленький член тела, но он может убить другого человека. То есть он был не просто прокаженный, они ходили там. Люди знали или по крайней мере думали, что это люди с лошонра, которые сплетниками губили, подстраивали ковы, наговаривали, сплетничали и так дальше. То есть это были люди, на которых стояло определенное клеймо. Не только внешнее. То есть внешнее было в них проявлением какого-то внутреннего состояния и тот факт, что они должны были подходя кричать нечист, нечист имело отношение как к их духовному состоянию, чтобы с ними никто не общался, так и к их физическому состоянию. И вот Писание говорит нам, что вот при очищении человека приболевшего проказа. Пусть подведут его к священнику, священник Коин на еврите, который должен выйти к нему из стана. Пусть подведут его к священнику, который должен выйти к нему из стана. Если священник увидит, что проказа у больного прошла, пусть велит принести для того, кто очищается, двух живых чистых птиц, ну и так далее, и соп, и вся эта история, и потом кровь от жертвенного животного крови, священник должен семикратно окропить человека, который очищается после проказа, чтобы очистить его, а живую птицу священник должен выпустить на волю. То есть описываются некие процедуры, которые надо сделать с человеком, который уже очистился от проказа. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, я не знаю, или обращали вы на это внимание, или нет, это священник выходит из стана. Это не прокаженного вводят в стан. Это священник, наши родные братья и сестры верующие, для того, чтобы достичь какого-нибудь человека, который уже покаялся перед Господом Богом. Внутри, в своем сердце, но никто этого еще не знает, кроме Господа Бога. Так вот, когда священник выходит из своей церкви, из своего прихода, из своего братства, из своего типичного и теплого окружения, я не дай Бог, он не может заразиться никакой духовной болезнью. Именно поэтому в нашей церкви напоминают очень часто затхлые консервные банки, куда никто не приходит, ну и ладно, лишь бы мы не выходили. А знаете, почему не выходим? А боимся, что вот там окажется несколько фом, которые захотят прикладывать свои нечистые руки в наши чистые тела. И тогда существует опасность, что, во-первых, вдруг обнаружат, что не все то золото, что блестит, не все то правда в нашей жизни. Именно поэтому наши замечательные миссионеры из Америки едут в Японию и из Японии в Америку. Потому что американцев никто не знает в Японии, а японцам ничего неизвестно, кто о них знает в Америке. И ты можешь говорить все, что угодно, и 10 тысяч рук поднимутся вверх. И это тоже ничего не значит, потому что никто не знает, кто ты есть на самом деле. А вы попытайтесь проповедовать Евангелие в своей семье, своей тёще, своему соседу, коллеге по работе. Вы попытайтесь, пусть в одном поколении из двух миллиардов христиан в мире они проведут Господу одного, одного человека, своего соседа. Тогда через 20 лет во сколько будет? 4 миллиарда. А ещё через 20 весь мир будет полностью христианским. Одного человека в поколении. Вы знаете, почему это не происходит? Потому что они знают, кто мы есть на самом деле. Сколько угодно, кричите Господу Богу, Господь свят, любите своих жен, но если сосед слышал хотя бы раз, как вы кричите на свою жену, вы можете до завтра, до второго пришествия проповедовать. Это будет не просто неполезно, это будет вредно, потому что вы будете человека учить, что можно лгать. Мы с вами побаиваемся вот такого рода евангелизации, потому что люди знают нас, кто мы на самом деле такие. А говори красивые слова. Ну что ж, это как бы тоже дар, немножко другой дар. Итак, первое. Священник выходит из своего комфортного состояния, из своего стана. Он идет туда. Он не ждет, когда мир придет в церковь. Мир не придет в церковь. Тем более, знаете, очень часто в наших церквях у людей на лицах такое выражение, что когда человек из мира приходит, знаете, написано на наших лицах, оставь надежду всяк сюда входящий. Тебя смерь с ног до головы взглядом, отметив, что ты не так одет, не так причесан, на тебя не те украшения, песни не так поешь, ручки не так, ну сейчас вроде ручки позволили поднимать, я знаю, да, раньше нельзя. нету другой возможности достичь прокаженного мира, как выходить к нему. Со страхом быть зараженным тоже. Но знаете, что Писание говорит, что страх Господен, это только начало мудрости. Если всю свою жизнь вы будете ведомы страхом наказания, это то же самое, что ехать на машине, как включили Игнешн, раз, два, три, и вот так вот ехать. Вы далеко не уедете. Страх наказания от Господа Бога хорош в детственном, в детском состоянии, в зачаточном верующем состоянии. Он должен быть заменен потом на страх обидеть Господа. Страх перед Господом, если он в жизни верующего человека рано или поздно не меняется на страх обидеть Господа Бога. Такой человек остается в инфантильном зачаточном, иногда хочется сказать противозачаточном состоянии своей веры. Итак, священник выходит и вопрос, который мы ставим перед собой. Когда человек очистился от проказа? Ответ очевиден. В тот момент, когда его очистил Господь Бог, но пройдет еще много времени, согласно этому тексту, пройдет еще много времени до того, чтобы по указанию Бога тайное сделалось явным. Иными словами, между тем, как мы объявляем себя верующими, ой, я уверовал Господа Иисуса Христа, ой, у меня в сердце что-то такое произошло. До того момента, как мы начнем свидетельствовать от момента нашего спасения, должно пройти некоторое время, в течение которых люди, которые вокруг вас и к которым отправляется этот прокаженный, увидят по его делам, по его жизни, по его поступкам, по его отношению к близким, по его улыбке на лице, по его прощению, по его жертвенности, гостеприимности, вы можете продолжить этот список, они увидят, что он действительно очистился от проказа. Мы знаем, я знаю день своего спасения, что я мог с первого дня спасения предъявить людям, которые знали меня вчера, они знали мою жизнь, то, что произошло в моем сердце, знаю я, знает Господь Бог, но предъявить-то мне на день спасения было буквально нечего, Павел, когда уверовал, он знал, что он уверовал, люди боялись, к нему даже подойти. И прошло время, прежде чем Павел, появляется у него возможность эффективная и действенная свидетельствовать о своей вере в своей жизни. Это важнейший элемент. У нас принято, я говорю, у нас в неопротестантской традиции, принято отделять спасение от освящения, образование от служения, дух от души. Это только в сказках бывает. Или в рассказах наших знаменитых богословов. Вот вы женились и говорите ей, значит так, волосы рыжие оставить, серьги с ушей снять. Платье заменить на более длинное или короткое, в зависимости от этого. Тещу отправить в ссылку. На работу больше не пойдешь. Какую музыку вчера слушала The Purple? Будешь слушать Юра и Хип. Знаете, что ваша жена на это скажет? До свидания. И правильно сделает. Потому что мы женимся на конкретной женщине, у которой есть свои достоинства, свои недостатки, но которой покрываются всегда весь пакет, whole package, то, что называется. И это нормальное состояние человека. Поэтому, когда мы приходим к Господу Иисусу Христу, никто не ожидает от нас совершенства. Но, по крайней мере, люди должны знать, что человек, который стоит перед ними, претерпел некоторые изменения. Итак, священник выходит, видит, что бывший прокаженный чист, и он объявляет ему дни очищения, семь дней, это тогда, когда спасенному человеку хочется бежать к своим родным, и близким говорят, я чист, я очистился, все у меня хорошо, я нормальный, посмотрите на меня. А они смотрят, и они не знают, они видят, что он чист, но они не знают, или это рецессия болезни, или это на самом деле. Наши желания не всегда совпадают с тем, что Господь Бог говорит. Наши чувства, о которых Господь Бог говорит, лукаво, сердце человеческое и крайне испорчено, являются не самыми лучшими советчиками. Единственным, что вообще говоря, может убедить других людей и подтвердить вам, что на самом деле с вами что-то произошло, потому что у людей есть сомнения. Знаете, очень много людей приходят и говорят, проходит 2-3 года, они говорят, я даже не знаю, уверовал я или нет. Так вот, знаете, что может вам подтвердить то, что вы на самом деле спасены? Это тогда, когда вы салжете, и будете чувствовать себя совершенно ужасно в этой свете. Это когда вы заметите, что вчера вы искали любой ситуацию, чтобы у кого-то взять, а сегодня вам радостно кому-то отдавать. Это тогда, когда вы вдруг почувствуете себя очень неприятно, что вы победили в каком-то споре, потому что вам будет больно за проигравшую сторону. И вот тогда, через 2-3 года к вам приходит уверенность в вашем спасении, потому что вы наконец-то начинаете наблюдать за самим собой. И вы видите те перемены фундаментальные, которые Господь Бог сотворил в вас. И еще одно. Вот мы говорим прокаженный, кто угодно, а вы обратили внимание, я хочу прочитать еще одно поразительное место здесь же, но не могу его не прочитать. Это здесь же в 8-й главе книги Левит, мы сегодня много о книге Левит говорим, я буду читать, начиная с 22-го стиха. По-русски, ладно. Затем выбили второго барана посвятительную жертву, Арон и его сыновья возложили руку на голову барана, и барана зарезали. Моисейл взял его кровь, помазал Арону мочку правого уха, большой палец правой руки, большой палец левой, правой-левой ноги. Вы обратили внимание, что процесс очищения прокаженного точно такой же, как процесс помазания первосвященника. Ни о чем вам это не говорить? Потому что в глазах Господа Бога у самого крутого супер-первосвященника нет вообще, вот как перед Господом Богом. Никакого преимущества перед тем человеком, который прокаженный был вчера и сегодня. Для Господа Бога мы все согрешили, все лишены славы Божьей, все, у нас нету никакой надеты. Для Господа Бога, у которого нет лицеприятия, он понимает, что ни первосвященник, ни Моисей, ни Арон, ни Давид, ни кто угодно, никакой ни царь, ни Ильи, ни Илья, никто, никто, то есть никто не может достичь Господа Бога без его совершенной жертвы. Это фундамент. Поэтому никаких оснований у нас священников, первосвященников, пасторов, равинов, просто рядовых посетителей церкви, ни малейшего основания превозноситься над теми, кто еще не пришел к Господу Богу. И мы переходим ко второй части и самое важное, ради чего весь сыр-бор, судить их. Но нам никто никакого права, не потому, что мы не можем рассуждать. Рассуждать о них, имеем право. А вот выносить какие-то окончательные приговоры, не зная ни мотиваций, ни обстоятельств, ни условий, в которых человек рос, ни целей, которые он себе поставил, ни договоров, которые он заключил, ни влияния, которые на него оказали учителя, улица, неверная мама, блудник папа, алкоголик дядя, мы ничего не учитываем. Если бы я был на его месте, если бы я был на его месте. Послание к Матвею. Послание к Матвею. Или Евангелие к Матвею. Седьмая глава. Не судите, чтобы вам самим не быть судимым. Ведь сами будете судимы, и какой мерой мерите, и вам так же будет отмерено. Вы знаете, это место из Евангелия от Матфея, седьмой главы. Там идет дальше, я снова русского перевода. Что ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в собственном бревна не замечаешь. Как ты можешь говорить своему брату, дай я выну соринку из твоего глаза. Посмотри, у тебя в глазу бревно, лицемер. Вынь прежде бревно из собственного глаза, и тогда увидишь, как выкинуть соринку из глаза брата. Кстати говоря, сравнение про бревно и соринку это копия из того, что мы читаем в Талмуде по этому же поводу, чтобы не быть лицемерным. Трактат Авод в Мишне есть очень похожие слова, который был написан, кстати, чем Новый Завет. Мишна это часть Талмудов. Не суди ближнего своего, пока ты не окажешься на его месте. То есть одно из традиционных толкований этого стиха не суди никого, пока ты не окажешься на месте осуждающего, то есть осуждаемого, то есть пока ты не готов будешь предстать в суде, не просто в разговорах, за такое же совершенное преступление. Кстати, может быть, не все знают, что в традиционном еврейском суде времен Иисуса Христа первым выступал не прокурор, первым выступал адвокат. После адвоката обязательно шли два свидетеля защиты. они должны были создать у суда и у всех слушающих насколько это вообще возможно, буквально истерическое, на последних усилиях пожалуйста, пожалуйста, попытайтесь найти в этом человеке образ и подобие Божие. Перед тем, как придут в списку чудовищному его грехов, у суда должно было быть по закону еврейскому того времени, то, что нарушали закон, другой вопрос. По закону должен был выступить адвокат и два свидетеля защиты. Для того, чтобы у людей может быть в первый раз появилась улыбка или сострадание и вот на этот фундамент любви, сострадания и сочувствия должны были ложиться голые факты. Очень неприглядные факты из его биографии, но никогда не наоборот. Никогда фундамент отношения к людям не ставилось предположение или презумпция его вины. Всегда в основании нашего любого суждения о любом человеке должен быть положен факт, что всякий человек создан по образу и подобию Бога. Всякий человек стал объектом, ради которого Господь Бог, Отец Небесный, послал на крест Сына Своего Иисуса Христа. До тех пор, пока у нас не будет отношения к любому грешнику с очевидными грехами, как к тому, ради кого умер Иисус Христос, и как к тому, кто, будучи прокаженный не хуже нас, первосвященников, никогда в жизни у нас не получится рассуждать о чужих людях и о чужих грехах так, как того хочет Иисус. Я вас просто умоляю и заклинаю. Каждый раз, когда вы будете подвергать свою жизнь опасности, заболеть вот этой, собственно, проказой за лошонра, на еврейте, за сплетничание, попытайтесь представить себе человека, о котором вы говорите в абсолютно идеальном свете. Попытайтесь его оправдать всеми фибрами своей души. Этим вы сделаете добро не только нему, но в первую очередь вы поможете себе, и у вас исчезнет горечь, которая постоянно сопровождает вас как привкус по все дни вашей жизни, потому что вы не можете отличать в этом состоянии любовь Божия. Не судите других, пока вы не окажете на его месте. А если у вас есть такая необходимость, вызванная заповедями Писания, прежде всего представьте себе, что у человека вот такие тяжелейшие обстоятельства. Знаете, я хочу прочитать вам один рассказ, это рассказ цитата, перевод мой с арамейского языка, но просто, чтобы вы понимали, вот как относились к людям, как Господь Бог хочет, чтобы мы относились к людям. Это рассказ из Талмуда. И вот эта история, достаточно известная в Талмуде, я ее прочитаю, я ее процитирую. История об одном человеке из Галилеи, который спустился на юг, то есть спустился на юг ближе к Иудейскому царству и работал на некоего хозяина три года. И на колюне судного дня, это один из праздников, который перечислен в 23 главе книги Левит, он сказал хозяину, заплати мне, три года он у него работает, и я пойду и накормлю свою жену и детей. И тот ответил ему, денег у меня нет. Сказал ему, ну хорошо, заплати мне плодами. У меня нет плодов. Ну хорошо, заплати мне, ну землей. Нет у меня земли. Скотом у меня нет. Ну хотя бы заплати мне постельными принадлежностями. У меня нет. Человек три года проработал. Без social security, без гарантии, без письменных обязательств. Ничего. Грустно. Отправился работник домой. После праздника кущей навичил хозяин трех ослов. Одного едой, другого питьем, третьего разными сладостями, и пришел к своему работнику. После того, как они поели и попили, и хозяин заплатил работнику его зарплату, спросил у него хозяина очень внимательно. А что ты подумал, когда я сказал тебе, что у меня нет денег? Ну, я подумал, что тебе подвернулось какое-то выгодное дело, ну и ты вложил в него все деньги. А что ты подумал, когда я сказал, что у меня нет плодов? Я подумал, что от них ты еще не успел отделить десяти. А что ты подумал, когда я сказал, что у меня нет земли? Ну, я подумал, что ты ее сдал кому-то в аренду. А когда я сказал, что у меня нет скота? Ну, может, кто-то нанял его у тебя. А когда я сказал, что у меня нет даже постели, что ты подумал? Я подумал, что ты посвятил ее храму. Заплакал хозяин. Сказал, воистину все так и было. Мне само хочется плакать. Воистину все так и было. Ибо я посвятил все мое имущество в доме своем, ради того, чтобы сын мой Гуркан отправился изучать Библию на учебу. Теперь же я сходил в Синедрион, и они отменили все мои клятвы. Так же, как ты нашел возможность меня оправдать, зато и ты будешь оправдан на небесном суде. Скажите, как многие из нас, когда нас дурят, откровенно, отказывают, находят всякие предлоги, чтобы вернуть нам деньги, выдумывают различные ситуации, типа совсем трамвай сломался. Как часто мы изо всех своих сил, последних, пытаемся думать о человеке хорошо, что он нас не обманывает. Я не знаю, как вы. Мне лично доставляет чудовищную боль подозревать в человеке совершенно очевидные дела. И пусть мне говорят, что я глупый, что я фраер, что я кто угодно. Но неважно, я не могу, я не могу думать о человеке плохо. Мне плохо от того, что я думаю о человеке плохо. Мне отвратительно даже мысль о том, что я должен кого-то подозревать. Я необычайно счастлив, когда я нахожу возможность найти тысячу и одну причину, чтобы не видеть человека, который напротив меня преступника, который пытается меня объяснить. Я с этим жить не могу. Мне больно, буквально физически. Меня коробит и крутит даже одну мысль об этом. Я всю свою жизнь, я верю, до конца жизни буду искать, как оправдать грешника. Я буду искать все пути. Не для него, для себя. Я не враг себе. Я не могу угробить свое сердце. Мне, как бальзам на душу, не думать о грешнике, что он грешник, потому что делает это назло. В Библии есть два вида грехов. Один называется базадон, другой бешгага. Грех преднамеренный и грех по ошибке. Заблуждение, дорогие мои, это не ложь. И мне лучше, добрее, приятнее для моего сердца. Верю, что человек, может быть, заблуждается, но не лжет. Не лжет. И не обманет. Давайте попытаемся думать о людях хорошо, даже тогда, когда это практически уже невозможно. Даже тогда, когда все вокруг смеются над нами. И говорят, что мы глупцы. Я предпочиту быть глупцом, чем судьей чужому рабу. Пусть я буду глупец. Я желаю вам быть этими глупцами, потому что Господь говорит, Павел Писания говорит, мы все безумны, даже не глупые, мы все безумны Христа ради. Мы умеем прощать. Это ли не безумие в нашем практическом мире, когда каждый готов урвать. Как только ты упал, тебя добьют. А мы готовы поднять. Это безумие Христа ради. Но нету ничего слаще этого безумия. Нету ничего приятнее, как хорошо и приятно. Братья, быть вместе. Не судите. Попытайтесь устраниться, насколько это возможно, от роли прокурора. Попытайтесь выступить в роли вот этого совершенно безнадежного адвоката. Другой трактат в Талмудический, Сота, говорит. Обратите внимание, практически цитата из Нового Завета. Какою мерою меряет человек, такую мерою и ему будет отпущен. Исайя, 61 глава, 10 стих. Радостью буду радоваться в Господе. Возвеселится душа о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения одеждою правды или праведности. В оригинальном тексте одел меня, как на жениха возложил невенец и как невесту украсил убранством. Хотите знать, как на иврите? Красиво. Сососис беадонай, таэль навши беэллоай, киль бишани бигде и ешам и ильцдака ятани. Есть такая песня. На иврите. Свадебный псалом. Киль бишани бигде и ешам ильцдака ятани. Не так пою, как ваша красавица здесь. Знаете, что интересно в этом тексте? Он говорит, что он одел нас в кутонет, котна. Это то же самое слово, которое появляется один раз в Библии. Иосиф, разноцветная одежда, одежда радости, одежда любви, которую отец дает сыну. Другая одежда, которая в райском саду, леваша, которая тоже здесь в этом тексте есть, которая дается лебуша, против стыда, из милости, которую Господь Бог дает своим людям и Адаму съебе, дабы они не стыдились, дабы они не могли постоянно видеть свой грех, потому что с этим тоже человек постоянно жить не может. Но есть третий вид одежды, который здесь говорится. Это бегед, которое происходит от слова багеда, предательство. Вот вся наша одежда, особенно модная одежда от Диора и Макосины, и от Гуччи, и сумки Луи Виттон, они призваны для того, чтобы обдурить или предать тех, кто на тебя смотрит. Одежда, которая не транслирует то, кто мы есть, а пытается рассказать то, кем мы хотим стать. И вот, к сожалению, наша с вами жизнь, это не Кутонет, которая одежда радости полностью соответствует, знаете, его внутреннее состояние, что маю, то и верзу. Что подумал, то сказал, вот такой я разноцветный, вот такой я хороший. И это не лебуша, которой мы понимаем свою греховность, и мы не хотим ее являть и выкидывать в этот мир. Мы предохраняем этой одежды других людей от себя грешных. Это бегед или бгеда. И вот наше поведение очень часто в наших церквях, в нашей жизни, ведь мы же живем очень часто, дорогие мои, не своей жизнью. Знаете, когда знаменитое место Писания говорится, отойдите от меня, прочь делающие беззаконие, я никогда не знал вас. И все делают акцент, я никогда не знал. Типа не знал, забыл, предопределение. Акцент должен делаться на слове вас. Ты, уважаемый Петя, приходишь ко мне и говоришь, Господи, я же Твоим именем исцелял. Он говорит, я тебя не знаю. Ты прожил жизнь, как Ваня. Ваню знаю, Петю не знаю. И ты можешь мне говорить все, что угодно. Ты делал вещи, в которые ты не верил. Ты носил одежду, которая была приятна глазу других, но ты не любил эту одежду. Ты приносил приношения в церковь, ненавидя себя за то, что ты это делаешь, и всегда пытался оторвать себе кусок, при этом делая умильное и лейное лицо, чтобы люди видели, какой ты на самом деле добродающий. Ты ходил со своими детьми за руку и смотрел в сторону твоих друзей по двору, которые сидели и пили пиво. Но ты не мог себе позволить, как тот телевизор в старых баптистских собраниях. Ты его прятал в шкаф. И ты жил, как Петя, а ты Ваня. И Господь Бог говорит, да я рад бы, но я тебя просто не знаю. Я никогда не видел, чтобы твоя жизнь соответствовала тому, кто ты есть. И мы ходим, мы живем, мы поем, мы поднимаем руки, мы делаем умильные лица, мы складываем ручки вот так, мы читаем Библию, мы садимся как положено, мы говорим как надо, мы не употребляем слов, мы едим локотками под столом, мы все живем чужую жизнь. Да ладно бы чужую жизнь. Мы живем чужую жизнь в Господе. Мы проживаем жизнь праведных, понимая, что мы к ним не имеем никакого отношения. Но важно же не кем быть, важно и как выглядеть, важно и что люди скажут. И так? А потом мы удивляемся, что люди берут пример не с нас, а с того, что мы одеты. И когда они относятся к нам точно так же, как мы к ним с обманом, мы возмущаемся и мы начинаем их судить. Чему я хочу вас призвать? И собственно говоря, об этом все. Давайте оставаться самими собой. Это страшно. Потому что всегда придется признать, кто мы есть на самом деле. И наступит день, когда вы предстанете перед собой во всей своей неприглядной красе, но только тогда вам нужен Господь. Потому что до сих пор, когда вы себя будете прихорашивать духовно или пить фигуру, которой вы не обладаете, вам Господь по-хорошему и не нужен. Вы и так хороши сами по себе то, что вы сделали. А то, что это неправда, ну так что ж никто ж не видит? Никто ж не видит. Это правда. Кроме Господа Бога. Вы должны задать себе вопрос. А вы верите в Него или нет? Если на самом деле страх перед Господом больше, чем страхом быть разоблаченными людьми, то туда вам бояться нечего. Вы можете скинуть с себя этот мерзкий бегет и одеть кутон. Потому что нет ничего прекраснее, чем быть самим собой такими, как вас сотворил Господь. Бог спасенными. К тому же. И что мне до того, если весь мир будет говорить мне, что я не такой, если я знаю, что Бог сын мой. Что мне до того, что если меня преследовать и улюлюкать, если я знаю, что ангелы на небесах радуются, и Господь говорит мне так, ты сын мой. Это наш выбор. До тех пор, пока мы будем относиться к другим людям, смотря на них сверху вниз, знаете, не для них. Им может быть все равно. Это первый признак того, что с нами что-то не в порядке. Я заканчиваю. В послании Галатах говорят, что если вы заметили какое-то прогрешение, вы духовный, наблюдайте за кем? За собой. Если Господь Бог привез в вашу жизнь какого-то грешника, то это только потому, что вы видите и умеете различать этот грех. Если бы вы не знали, что такое снег, вам пришлось бы объяснять, что он белый, как свинья. Но вы знаете, что такое снег. Вы знаете, что такое этот грех. И очень часто Господь, приводя в вашу жизнь конкретного грешника, лихаимца, злодея, убийца, прелюбодею, Он предупреждает вас конкретно, что вы наблюдали за собой, потому, что совершенно не случайно именно в вашей жизни оказался именно этот человек. И о чудо, вы смогли отличить, кто он есть на самом деле. Не потому ли, что вы в тайне мечтаете о том, о чем он сделал явно, что дает вам еще меньше повода осуждать этого человека. Попытайтесь быть честными. Попытайтесь быть самим собой. Если в результате этого у вас пропадет всякое желание или появится отвращение к тому, чтобы судить другого человека, то тогда не к воскресенью будет сказано к недоброй памяти Владимира Ильича Ленина, вы сможете сказать, правильной дорогой идете, товарищи. Чего я вам и желаю. Молимся. Авину Малкейну, Господь, слава Тебе и Аллилуйя. Я благодарен Тебя, Творец и Спаситель, за то, что Ты открываешься к нам со страниц Писания. Потому что Ты даешь нам прекрасную возможность знать, кто мы есть, откуда мы и куда мы идем. И только благодаря жертве Сына Твоего, возлюбленному и нашего Спасителя. Иисусом мы имеем возможность надеяться. Надеяться в нашей вере, будучи уверенным в Твоей любви. Спаси нас, Господи, от осуждения других людей. Спаси нас, нас, от нашего же предательства. Спаси нас, Господи, от нашей лжи. Спаси нас, Отец Небесный, от самих себя. Спаси нас, Отец Небесный, от своими свидетельствами веры к тем прокаженным, которые ожидают еще в Нестане. Ждут, когда мы придем и предъявим им наши жизни, чтобы они могли коснуться и возревновать о том, кто мы есть. А у нас было право подкрепить свою жизнь словом Писает. Мы молим Тебя, Иисус, чтобы Ты пришел и очистил наше сердце. Дай нам радость покаянного сердца каждый день и понимание того, чтобы Ты искупил нас от всех грехов, даже от тех, которых мы еще не догадывались, а самих себе. если Ты мог простить нас с законченных, совершенно подлых грешников. А сколько же меньше прав у нас есть Господь осуждать других. Дай нам возможность научиться прощать, любить, так, как Ты возлюбил нас без всяких условий со своей стороны. Просто потому, что Ты создал нас по своему образу и подобию. Господь, благослови это собрание, руководство этого собрания, учителей, всех тех, кто пришел, кто еще не пришел, тех, кто когда-нибудь придет, наших родных, близких, семьи. Благослови Господь весь народ Америки. Я молю Тебя об этом во имя Сына Твоего и нашего Спасителя Иисуса Христа. Да будет имя Его благословенно. Аминь.